Притча 17 глава. Притча 17 глава. Я думал сегодня об одном стихе. Спасибо Церковь Венгрии за все эти годы. У нас были конвенции в Риме, в Амстердаме, в Лондоне, в Берлине. По всей Европе, Финляндии. А вы, ребята, действительно произвели изменения в нашей жизни. И конец дела намного лучше, чем начало. Я думаю, что я не пропустил ни одного еврокона в течение 30 лет. Я помню, пастор Стивен сказал, обязательно приезжай в Европу, и ты полюбишь людей там. Так и произошло. Спасибо за это. И за жизнь моей семьи. Мой ассистирующий пастор приехал со мной, Том. Мой сын Майка, у которого борода до колен. Пастор Джулиан и я, еще пару человек живут в одной комнате. Замечательная компания. Итак, этот стих говорит... 22 стих. 17.22. Мы знаем это слово, этот стих. Веселое сердце благотворно, как лекарство. Можно перевести также так. Правильное лекарство производит хорошее сердце. Принимайте хорошее лекарство. Правильное. Не прошу вас поднять ваши руки, но сколько из нас принимают лекарства? Мы выпиваем всякие мензурки, латаем таблетки. И я унаследовал высокое давление от моего отца Равина. Он слишком много поедал жирных куриц. И я пошел много лет назад к доктору. Он сказал, у тебя высокое давление, пейте лекарства. Да, сэр. Я что-то заметил. Что я теряю что-то. И затем я обратился к доктору интернету. И побочный эффект этого лекарства... Уменьшение там чего-то. И я подумал... Или уменьшение ума. Или я подумал, что мне выбрать. Или мне ума лишиться, или умереть от сердечного приступа. И я просто начал плавать, и мое давление восстановилось. У меня сейчас нормальное сердце, и я в здравом уме. Когда вы нашли это служение? Когда вы нашли Иисуса Христа, который привел вас в это служение? Мама, какое замечательное лекарство. И здесь нет никакого побочного эффекта. Это доктрины завершенной работы. Это друзья по всему миру. И вы можете поехать в Индии и остановиться в доме у какого-нибудь брата или сестры. Они в течение двух недель не выкинут вас. Здесь есть люди, которые любят вас. Один человек пришел и услышал, что мы любим тебя. А как ты можешь любить меня, если ты не знаешь меня? Но мы знаем, но мы знаем друг друга, в том-то и дело, в том-то и вызов. Веселое ли у вас сердце сегодня? Сокрушенное сердце – это веселое сердце. Прочитайте сначала инструкцию перед тем, как принимать лекарства. Это правильное лекарство. Конечно, мы хотим минимизировать эти вещи в нашей физической жизни. Я так рад, что я нахожусь в служении, в котором побочные эффекты – это люди, а не религиозная поверхностная жизнь. Поговорите с кем-то. И вы поговорите с реальным человеком, настоящим человеком. Я имею дело с людьми, которые пастырствуют в других церквях. Я не могу поверить, насколько побочный эффект их законческих доктрин влияет. Осуждение. Вы когда-нибудь чувствовали осуждение, когда уезжали домой с одной из наших конференций? Я был на 30 из них, но я никогда не уезжал обвиненным, но уезжал исцеленным, ободренным, утешенным. Штефан Штефанштейн поговорил со мной сегодня через свою проповедь о двух вещах, о которых я думал в течение двух лет. Немца полюбила, а еврейка – какой замечательный эффект? Это исцеление. Веселое сердце. Правильное лекарство. И у доктора уже есть сценарий, как помочь вам. Но мне нравится невероятный эффект духовного служения. Бог вложил вечность в наши сердца. Екклесиаста 3.11 Знаете, что означает это слово «Аллам»? Что вы можете полюбить чудеса жизни. И все эти вещи, которые происходят, они не останавливают нас. А как насчет того, что у вас есть детский аппетит, потому что Бог приготовил для вас? Это здраво. Это здоровье. Здоровье эмоций. Господи, а что у тебя еще есть для меня? Санцар. Кстати, Бог не является продавцом пива. Представьте, что медиа сделали... И это «Стой всегда на солнечной стороне жизни». «Стой всегда на солнечной стороне жизни, и Господь поможет тебе». Что бы ни происходило, мы плачем с теми, которые плачут. Мы смеемся с теми, которые смеются. Даже за смехом стоит сокрушенное сердце и слезы. Я подумал о нескольких вещах, которые могут обокрасть меня от здравого сердца, чтобы у меня не было здравого сердца в Господе. Я обучился, а с годами я обучился. Что я не должен высказать свое мнение по каждому предмету и отвечать на все вопросы, которые мне задают. Вы можете оставаться в покое и зная, что есть Бог. Мне не нужно узнавать все, что делается в церкви моей. И кто делает церкви? Мне не нужно быть слишком шумным или начальником. Это обращает меня в того, кем я на самом деле должен быть. Это убирает меня с края обрыва. Я не хочу сказать, что вы должны быть святым 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это невозможно. Вы когда-нибудь жили рядом с кощунником? Это дьявольское, дьявольский венец. Но мы с вами наслаждаемся нашими годами вместе и смотрим на великолепные вещи, которые производит Господь. Слава Богу за служение исцеления. Он посылает Слово свое, чтобы исцелить наш 106-й псалом. Он посылает свое Слово, чтобы исцелить. И исцеление на его плечах. Исцеление в помазании от Бога. Какому замечательному Богу мы служим. Давайте мы закончим песней. Иисцеление в помазании от Бога. Не позволяйте дьяволу украсть уверенность в исцелении. Потому что у нас есть здравое сердце. И вы не можете любить без сердца. Попробуйте. Но с Божьим сердцем вы можете любить себя, соседа, ближнего и также мир. Даже не спасенный водитель такси знает, куда привезти Библию. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Мы можем принимать лекарства наши целыми днями. Но лучше всего хвалиться Господом. И живите другим образом. Это исцеление. Мы все изменяемся в Его образ. Этот мир бросает нам вызовы, но мы изменяемся в образ Христа. Как вы себя чувствуете? Я исцелен. Мы исцеленные люди сегодня. Да исцелит Господь ваши взаимоотношения. Да, исцелит он ваше представление, что маленькие церкви незначительные. Наоборот, в маленьких церквях есть близость невероятная. Не пренебрегайте малыми вещами и наслаждайтесь исцелением от Бога. Кто из вас пришел, чтобы быть исцеленным? Поднимите вашу руку. Исцеленным во всех областях моей жизни. Я прошу Бога, чтобы Он удалил от меня ложь и даровал мне благодать. И я верю в это. Я верю в Богу в отношении того, зачем я пришел сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Исцеление. Духовное исцеление. Первое. Это духовное исцеление. Есть люди, у которых пораженный дух. Это видно по горечи в жизни человека, которое не оставляет его. Также есть завистливый дух. Мы читаем о нем в Писании. Притча 25 глава. Пораженный дух. Притча 19.14. Кто может исцелить пораженный дух? Иисус здесь. Он исцеляет тела. У нас есть тела. Наша душа и наш дух. Самая важная часть – это наш дух. И Христос пришел, чтобы мы были исполненными духом. Чтобы Дух Святой обитал в нас через наше новое рождение. Мы рождены свыше. И у нас есть причастие с Богом. Мы стали живые. Мы живые. Духовно. Обыкновенный человек не понимает это. Душевный человек не понимает это. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. Он не знает, не различает и не понимает. Иисус сказал Никодиму, «Тебе должно родиться свыше, чтобы увидеть Царство Божие. И оно здесь. Оно здесь. И мы можем видеть его духовными глазами. Духовное. Мы имеем духовное развлечение. Духовное. Духовное. Мы были возрождены не от тленного семени, но от нетленного. Это не семя растения, не семя животного, не семя человеческое. Но это не тленное семя. Слово. Например, в моем уме, в моей памяти мы были в одном городе, и я проповедовал, и помню эту проповедь. И помню, что было помазание, и никогда не забуду это. Это было слово. Это была проповедь вовремя. Бог дал эту проповедь из Библии. Там была власть. Там была тишина, спокойствие, и сила, слово, которое слышали люди. И, может быть, кто-то поехал домой и поверил, и Дух Святой вошел в их сердца. Это должно произойти в Европе. Потому что так спасаются люди. Через Библию. Через проповедование Библии. Через общение с Богом и друг с другом. Может быть, в ресторане. Много лет назад я был в Финляндии, и я сидел в ресторане. И студенты библейского колледжа вошли. Мы открыли Библию. Они были взволнованы. Мы разговаривали. Далее мы попрощались друг с другом. И вы понимаете, о чем я говорю. До свидания. Увидимся позже. Хорошо. До свидания. Сели в автобусе. О, пока. До свидания. Люблю тебя. Благословит тебя Господь. Там есть жизнь. В Европе. Жизнь. В нас. Как команда здесь существует, в Будапеште? Что это за команда? Есть ли здесь жизнь? Есть ли здесь любовь? Есть ли здесь радость? Есть ли здесь покой? Духовная ли она? Я бы сказал. Да. Я верю в это. Но я также верю, что это не автоматически происходит. Это должно быть свежим. Это не плоть. Это по вере. Это не душевный человек. Это через крест. Это по вере. Когда я живу моей обыкновенной жизнью и говорю Богу, о, я знаю, что такое духовная жизнь, и у меня нет ее, а мне нужна она. Наполни меня духом твоим и удовлетвори меня. Пусть река протечет через меня и удовлетворит меня. Духовно. Потому что я раньше жил здесь. И я понимаю, насколько важно трудиться в труде веры. Молиться. Быть смиренным. Взыскать Бога. Любить друг друга. Заботиться друг о друге. Я знаю, что многие из вас часть какой-либо команды или миссионерской команды. На протяжении 20 лет я находился в командах, и я понимаю это. Душевный человек. Ему нужен крест. А что есть крест? Это слово, которое обращено к моему сердцу. И мы говорим, я верю в тебя. Наполни меня и удовлетвори меня. Это первое исцеление. Когда мы с Иисусом, Он исцеляет меня духовно. Потому что многие верующие живут естественной жизнью. Часто Часто это обычная жизнь, естественная любовь, естественная жизнь. Я занимаюсь своей жизнью, я люблю себя, мои вещи, мою семью. Мой стиль жизни. Мы понимаем это. Но черви начинают появляться в пище. Черви. Проклятья. Терния. Прах. Усталость. Что нужно верующий Дух Святой? Наполни меня и обнови мой ум и удовлетвори меня. Мне нужно это в моем браке. И я еще раз говорю об этом. Моя жена замечательная, но нам нужно это. Потому что наш брак не естественная вещь. Это общение. Наше общение. это вот эта неделя, когда бездна взывает к бездне. Это ум. Это сердце. Это прощение. Это служение. Будьте служителями. Я думал в Балтиморе о том, что наиболее важная вещь, чему я могу обучиться, это быть служителем. Если бы я был служителем, я бы служил с радостью. Делал малые вещи, которые могли бы быть незаметными. жил экстраординарной жизнью. Был служителем утром, посреди ночи, в субботу, воскресенье, когда никого нет рядом. Это без ограничения. Это духовная жизнь. Римлянам 8.11 Дух оживляет наши смертные тела. Мы живем всяким словом, исходящим из уст Божьих. Нет проблем, там Бог, и этот Бог в нас. Мы новые, мы новое творение. У нас есть Его ум, и мы способны, и мы исцелены изнутри. Однажды я не верил, А сейчас у нас Дух Святой. И в нас Его вера. Мы способны. У нас получится. Красное море разошлось, раступилось. Мертвый, молодой человек воскрес из мертвых. Никодим родился свыше. ученики увидели что-то, они осознали что-то. Это экстраординарные вещи. Первое это духовное исцеление. Для этого пришел Иисус, чтобы дать нам новую жизнь Духа Божьего. Духа Божьего, надежду, ободрение. Мы проходили по гетто в Индии. Невероятная нищета. Коровы ходят туда-сюда. Одна лампочка горит на весь дом. Я спросил пастора, как вы платите аренду? Он говорит, шесть долларов в месяц. Я сказал, что-то вы слишком много платите? люди пришли. Может быть, тридцать человек в этой деревне. И они сели, и мы проповедовали. Может ли Иисус исцелить? Да. это глубокое исцеление. Это новая жизнь. Это свобода. Я видел это в жизни этих людей. Это они были индуистами и сейчас стали верующими. Дух Святой поселился в них. Замечательно. прекрасный Дух. Это мы. Это исцеление. Вот что есть у нас. Вот о чем проповедовал пастор Дэвид. Новое сердце. Веселое сердце. Мусульманин обвиняет самого себя. И Иисус входит в его сердце и он рождается свыше. Он свободен. И Иисус становится реальным в его жизни. Он исцелен. Он спасен. У него есть новый дух, новый ум, новая книга. У него есть Библия. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, 16 глава. 14 стих. Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере. И упрекал их за неверие и жестокосердие. Он поправлял их в их жестокосердии. Иногда мы можем различить надменный дух. есть люди, которые надмиваются над верующими или надмиваются над нашим учением. Это как Измаил надсмехался над Исааком. 21.9 книга Бытие. Они надмиваются над нами, потому что думают, что мы глупые. Они надмиваются над нами, потому что думают, что мы узколобые, потому что мы догматичные. надмиваются над нами, потому что мы не либеральны или не слишком образованы. Они надмиваются. У них жестокое сердце, жесткое сердце, которое не сокрушено. А ученики Иисус говорит им, что их сердце было неверующим и жестокосердным. Не надмивайтесь над нами, но будьте сокрушены и благодарны и цените то, что есть у нас. Цените и смотрите, что у нас есть. Это Бог уважает сокрушенное сердце и Он противится гордому. Противится гордому. Противится гордому отношения судящему Духу. то же самое. Это жестокое сердце. Ученики не поверили. 14 стих «И упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскрепшего не поверили». Давайте посмотрим повнимательнее. Кто-то прибегает к ним и говорит «Он воскрес! Он воскрес!» А глупость «Он воскрес?» Да что вы! Он воскрес? Не Он не воскрес. И Иисус встретил их, пришел к ним и сказал «Вот Я Я воскрес!» А вы, ребята, не правы. Вы не правы. Я воскрес! А у вас жестокое сердце. Должно быть так. Он воскрес! А вы говорите «Да что ты? Да Он воскрес! Покажи мне! Что? Где? Где Он? Он воскрес! Это правда? Он воскрес? Да, Он воскрес! Вера! Вера должна исходить из нашего сердца, от Духа Святого. Нам нужно уважать Божью работу. Когда мы молимся за людей, они не исцелены. И это сложно. Мы верим, и они не исцелены. Некоторые пасторы говорят, что мы не будем обучать исцелению. Мы не будем молиться за больных. И у нас не будет служения исцеления. мы не будем вводить людей в заблуждение, потому что за тех людей, которых мы молились, за многих они не исцелены. И если бы Иисус пришел к этим пасторам, Он спросил бы их, почему вы не поверили? Разве вы не знаете, что Я воскрес? что Я вчера и сегодня и вовеки тот же? Разве вы не знаете, что тот же Христос, Который был на земле, Он находится сейчас с нами? Но сколько церквей в Европе имеют служение исцеления? Сколько церквей в Европе открывают Писание и читают стихи и говорят, мы верим в это? Давайте прочитаем их. Пятнадцатый стих. И сказал им, идите по всему миру, по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей творения, всему творения. Это означает всему творения. Это означает в Румынии, сербам, корейцам, китайцам, всякому творению Божьим. Идите в мир. И так мы идем. Мы идем в мир. по вере. Потому что он так сказал. Потому что он был воскрешен. Посмотрите, что будет происходить. Евангелие проповедано, люди спасены. И не вы это сделали. И не я это сделал. Бог спас их. Однажды мы проповедовали в России. это был четверг вечер. Там было невероятное помазание. И я допоздна не мог заснуть. Я был так затронут проповедью. Было так много радости. И отчетливо слышался голос Бога. Было замечательно. Пятница. у нас было еще одно служение. Пришел человек. И он сказал, я вчера вечером был здесь. И я не мог заснуть. Это было так здорово. И я утром ночью подошел к холодильнику, открыл и съел что-то, чтобы я мог заснуть. и я лег на постель и все, что я мог делать, это я улыбался. И я не мог заснуть, так что я опять подошел к холодильнику. И всю ночь я ходил к холодильнику. И моя жена рассердилась на меня утром, потому что я слопал все в холодильнике. Но я пришел сегодня из-за этой радости, которую дал мне Господь в мое сердце. Это истина. Это 21 век. Это не первый век. Это сейчас. Вам и мне нужно ободрение, потому что мы можем быть жестокосердой и не верить этим вещам. Потому что мы воспитаны в одной современной культуре, где интернет, айфоны, а что бы ни было, неважно, Он воскрес, и Ему была дана вся власть и также исцелять людей. Посмотрите на 16 стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Это не означает, что вам нужно водное крещение. это означает, что если я не поверю, я потерян. 17 стих. У верующих же будут сопровождать сии знамения. Знамения, настоящие знамения, доказательства, свидетельства, много их, знамения, доказательства. Бог сделал это, Он воскрес. Какие? именем Моим будут изгонять демонов. 17 стих. Пожалуйста. Бесов, демонов, настоящих демонов, настоящих. У нас есть сила, потому что Он воскрес, и Он послал нас, и мы Его агенты, Его посланники, люди, у которых есть сила исцелять, и демоны бегут. Так происходит, когда люди приходят на наши собрания, и не ходите к волшебникам, тем, которые гадают по руке вызывателям мертвецов, экстрасенсам, не ходите к ним, потому что можете прийти домой с демоном и дадите место дьяволу. Демон может селиться в человека, который ходит в эти места. Это запрещено Богом. это было запрещено Богом в Ветхом Завете. Это проклятие, это демонические вещи. Если у вас было это в вашей жизни, исповедуйте это перед Богом, и никогда не делайте это снова. Но вместо этого изгоняйте демонов, изгоняйте бесов из людей. Безгоняйте бесов. Демоны хотят жить в людях, потому что через человека можно сделать больше, чем через животного. Демон может жить в животном, может жить в доме, может жить в дереве, но для них самое лучшее жить в человеке. Иисус пришел исцелять духовно и освободить тех, которые находятся в темнице и изгонять демонов. И это мы вон во имя Иисуса. Павел сделал это в книге Деяния апостолов в 17-16 главе. Мы видим это в 13-й главе. Давайте пойдем дальше. 17-й стих. Будут говорить новыми языками. Новыми языками. Это Деяние 2-я глава. Деяние 10-я глава. Деяние 19-я глава. 20-й есть значение этого. Я больше не сквернослов. Раньше я сквернословил, но сейчас я больше не делаю это, потому что у меня новый язык. Погодите-ка, я раньше жаловался постоянно, я всегда жаловался, но сейчас у меня новый язык. Я способен назидать из-за исцеления. Какие знамения будут сопровождать нас? 18-й стих. Будут брать змей. Вы знаете, в этой книге есть история. В 17-м веке был миссионер Северной в Южной Америке. И он зашел в свою хижину и в его хижине была огромная змея. Он не увидел эту змею. Это была большая черная змея. И она прыгнула на его постель и она укусила его за шею. И затем эта змея окружила его и сжимала его. И он умирал. И эта змея ужалила его за шею. и он терял силы. И затем пришел этот стих из Библии. Это история в этой книге. Это истинная история. Я не читаю ее, просто рассказываю ее вам. И когда змея сжимала его, он писал на бумаге, что змея убила меня. Он умирал. И стих пришел на его память. И он взял змею из последних сил и выкинул ее на улице. И он думал, что он умрет. Но не умер. Это было чудо. Да. Интересно. Насколько мы верим, что Христос воскрес из мертвых, и это много значит для нашей жизни. Эти знамения будут сопровождать нас. Глубокие вещи. Давайте дальше прочтем. поможем. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Наши руки. Посмотрите на ваши руки и скажите эти руки, эти руки. Мы можем исцелять людей. Мы возлагаем свои руки на людей. И они будут исцелены. Да. Мы можем делать это сегодня вечером. Почему бы не верить Богу об исцелении? Почему бы не сказать Богу? Господи, у меня было жестокое сердце, но я поверил в то, что ты сказал. Я хочу, чтобы это произошло. Когда мы жили в Хельсинки, каждые два месяца мы делали объявления в газетах. служение исцеления. И 15-20 новых людей приходили. И они приходили, потому что они жаждали исцеления. И я помню некоторые исцеления. И я верю в исцеление. А ваша церковь делает это. Можете ли вы поместить объявление в газету, что приходите, и мы верим Бога, что вы будете исцелены. И мы также можем изгонять демонов. И у нас есть власть. И И Иисус сказал, что вы будете на земле вместо меня. Я хочу, чтобы вы говорили мои слова, не ваши слова. Я хочу, чтобы вы жили в моем духе, но не в вашем. Я хочу, чтобы вы были таким, как я. Когда мы были в Финляндии, люди говорили со мной, и они спрашивали, сколько вы еще времени будете здесь с нами. Я отвечал, что я не приехал, чтобы стать финном. Я не финн, и я никогда не стану финном. И я не думаю об этом. но давайте будем молиться друг за друга, что вы финны, а я американец, и чтобы мы были теми, кем Бог хочет, чтобы мы были. Мне не нужно быть американцем, мне нужно быть человеком Божьим, мне не нужно быть венгром, я хочу быть человеком Божьим. и тогда я стану прекрасным венгром, потому что я человек Божий. И я буду способен сказать нет чему-то. И кто скажет, ну венгрии мы так делаем, а вы говорите, а я так не делаю, я венгр, но я не делаю так. То же самое и в Америке. В Америке мы делаем это, а я это не делаю. Я американец, но я больше, потому что у нас есть то, о чем мы сегодня говорим. У нас есть другой стиль жизни, другой путь мышления. Это в нашем поколении. молодые молодые люди могут сказать, а наше поколение тоже такое же. И мы говорим, отлично, отлично, прекрасно. Но разве все эти вещи, которые вы делаете в вашем поколении от Бога, некоторые это зло. Можете ли вы различить это, что есть зло в вашей культуре, в вашем поколении. Нечто есть злое, а что-то есть хорошее. Вы должны различить это. И так и происходит. Хорошо. В нашем сегодняшнем собрании я хочу, чтобы мы поверили Богу в исцеление. Я хочу, чтобы вы жили в вере и верили в то, что Бог может принести нечто новое в ваш дом, нечто новое в ваше сердце. Я хочу, чтобы вы прощали людей и давали людям благодать и были исполнены Духом Святым. Я хочу, чтобы вы испытывали на опыте присутствие Божие прямо сейчас в вашей жизни и постоянно. И это наша привилегия. Да, хорошо. Отец, мы верим Тебе в наших сердцах. Мы верим Тебе. Посети нас Твоей исцеляющей силой. Помашь нас свежим елеем. исцеляй наши тела. Исцеляй сердца. Может быть, слезы, радости, свежее прикосновение с небес, глубокое ободрение. Может быть, финансовые вопросы. Может быть, финансовые вопросы. Может быть, мы взаимоотношениях с родственниками. Нам нужно, чтобы подул свежий ветер, свежее присутствие Божье, Дух Божий, свежесть Божья нашей жизни. Новое начало, нечто свежее. От Тебя, Господи, исцеление наших сердца, в наших душах, в нашем духе. Во имя Иисуса мы молимся. Иисус, Ты тот же, Ты здесь. есть. И Ты мог бы сказать нам, Вы жестокосердны, Вы не поверили. Почему бы Вам не поверить мне? Мир намного больше, чем материальный мир. Я Дух, Я здесь, Я Бог, и Я исцелю Тебя. Я исцелю Твое отступничество. Я исцелю Твое упрямство. Я исцелю Тебя. И Я наполню Тебя. Наполню и посещу Тебя. Может быть, кому-то нужно обновление в вере. И Бог здесь. И Он говорит, придите ко Мне. Я не осуждаю Вас. Я прощаю Вас. И Я люблю Вас. Да, да, это так. Я Бог, и Я здесь. И Я позабочусь о Вас. И эти знамения будут сопровождать Вас, тех, которые поверили Мне. Эти вещи будут происходить. Да, Господи, да, Господь. Я просто чувствую, что продолжал и продолжал говорить. Я чувствую присутствие Духа Божьего здесь. Спасибо, Господи. Ты можешь сделать Иисус. Возможно, что-то вы сделали три дня назад, или сегодня утром, и вы здесь, и что-то произошло, но мы почтили Иисуса Христа, и мы знаем Его в нашей жизни веры. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господи. просто верьте Богу. Если вы хотите быть исцелены, встаньте там, где вы находитесь. Господи, Ты знаешь. Верьте Богу, поднимите ваши руки, примите ваше исцеление. Исцеление сердца, исцеление крови, исцеление нервов, печени, костей, ваших ног, вашей спины, вашего желудка, ваших почек, артериального давления, гормонов и женских органов. да, Господи, в наши тела, в нашей душе, в нашем уме, ментальные болезни, заболевания эмоций, исцели от страха, от беспокойства, от бессонницы, исцели нас, Господи, сегодня, во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус, исцели наши уши, наши глаза, наши уста, наши волосы, наши кости, нашу кожу, наши ногти, каждую часть нашего тела, во имя Иисуса. Мы молимся, исцели нас в нашей душе, и Ты, Господи, разберись с нами в нашем сердце, и в нашем духе, и изгони всякого демона, из каждой области нашей жизни, из всего, из нашего шестокосердия и неверия, пастор Брайан Ланч, прекрасный пастор. Благослови пастора Кенда, благослови пастора Яноша, пастора Атилу, Господи, пастора Бендегуса, пастора Яноша, во имя Иисуса Христа, пастора Чаба, пастора Болаша, Давида, Пастора Корнелла и каждого в Венгрии. И пройди духом через пастора Борци, приумножай людей, приноси исцеление повсюду, и спасение, и изменение, и свежее помазание в нашем сердце. Посети нас, Господи, утром и вечером, и постоянно. Поправляй нас, Господи, когда мы грешим, и в нашем отношении, в наших словах, в нашей жизни. Поправляй нас, Господи, и разберись с нами, и веди нас, и назидай нас, и помашь нас, Господи, во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо, Господи, слава Господу, спасибо. Давайте будем верить. Спасибо.